Если у вас окна будут вот на ту сторону, финское это все качественно. Но фасадики четкие. Тут у них так неплохо, уютненько сделано. Главное, чтобы камера работает. Не помереть. Озеленение такое, оно есть? О, здесь даже Суздальцкие озера видно. Датчик движения, наверное. На самом деле, вот если в аренду сдавать, вот это вообще шикарно. Она с пластиком поднимается. Но это студия, здесь места меньше, чем в однушке. Вот, про такую вы говорили, да, самая маленькая духовка? Тут просто у нас окрашенные стены. У них такая фигня есть на голову, на резинках. Здесь, конечно, в этой части бескромнее, чем там. Вот это вообще первое, то, что здесь Юит построил. А высотки они специально строили, чтобы отгородить от шума малоэтажку. Где Пиковский, там много круче. У Юитта просто у них все вот такое, скажем. Такое прям, да. Простенькое, но зато у них качество очень хорошее. Проекты-то все юитовские. Готовы? Да. Рум тур будет? Да. Камеру тестируем. DJI? Ага. Надо, да, смотреть в любом случае. Даже не на телефон переносить здесь можно, понял. Я знаю, вот этот все любят. Ну, да, хвалят, но там она очень дорогая и работает недолго. Ну, у нее прям вот, я думаю, для таких целей было бы идеально. Не, угол хороший. Идеально, да, но там момент того, что там с креплениями намного похуже, потому что это у них своя же разработка. Так, номер четыре. Это у нас квартира. Сейчас, сейчас, четвертый. Второй этаж. Второй этаж, да. А здесь у них какое-то крепление стандартное под GoPro, поэтому... Ну, да, это здесь тоже, здесь же в комплекте палка, если ты просто идешь и снимаешь. Ну, да, там то, что удобнее экранчик сразу, а здесь нет. Здесь же, почему, здесь и спереди, и сзади экран. Ну, она такая, хоп, нажала на тебя, и там, ну... Ну, она со стабилизатором, а здесь стабилизация внутри. Ну, так, это, кстати, ничего, что-то. Ну, я уже следил, для блогов, там, кто снимает, там, путешествия... Ну, многие, да, она маленькая, как бы, места много не берет, потому что... Все, в комплекте, как бы, есть. Заходим. Здравствуйте. Прикольно. У них такая фигня есть на голову, на резинках, и я что-то отзывы почитал, там, все, ну, не очень. У меня такая. Что неудобно, там, на шапку она фигу вот держится, если одеваешь. Нет, нет, нормально, все нормально. У меня на руках вообще есть такое коробление. А, ну, я даже снимаю, потому что в своей работе... А, тоже, да, коробка? Ну, я на резинке присал на этой квартире, у меня была Сонька, Соню вот эта. А, ну, я одно время, помню, хотел Соню взять, но что-то потом... На самом деле вообще круто, я ее в БУ-шку взял, причем... Не, я ее за дорого взял, прошло два года, я ее за сколько-то продал. Так, здесь будет другая отделка. Значит, смотрите, везде будет... Проходите, двери закройте. Значит, у нас везде будет ламинат, у нас в ванной будет плитка до верха, все остальное одинаково. Тут просто у нас окрашенные стены. Да, это просто окрашенные стены. А, ну, вот как вы говорили, да, что это? Вот у меня дома аналогично, я вообще... Ну, скорее всего, да. Дверь, кстати, хорошая здесь стоит. Так, но это... Здесь, получается, двери будут другие, да, я на рендере там смотрел, там были двери вот такие, кстати, с углублениями. Ну, видно, таких уже просто нет. Ну, вот это, на самом деле, это просто одна из самых дешевых дверей. Да, и у них они, да, двери дороже получат, фурнитура поинтереснее. Фурнитура уже квадратненькая. Плитка, я понял, будет аналогичная, но она будет до верха. Да, да, а здесь, вон, видите, делали они с этим, с уголком ошиблись. Так, здесь, типа, подзаполнили они. Ну, там, понятно, она вся пустая будет. Трубы, кстати, а, трубы еще будут скрытые. То есть здесь все открыто, а там она скрытая. Это будет, да, кожухи положить. Ну, это хотя бы выглядит посимпатичнее. Так, еще, я понимаю, на зеркало. Там ограничителя нету, да? Слушайте, ну да, его кокнуть как-то нефиг делать, надо ограничитель ставить. Так. Слушайте, ну студия, кстати, уютная. Ну да, и вот так вот. Небольшая, но ее, кстати, обставили так прикольненько. Зона прямо здесь спать. Ну, я бы, конечно, ставил бы кровать, потому что, ну, диван, это можно вот одному спать. Если у вас два человека, то однозначно, ну, даже одному лучше кровать. Потому что на диване, ну, это не очень комфортно спать. Потому что вот это все проминается, теперь позвоночник. Надолго, да, неудобно. Мне еще не нравится, что у них сделана духовка внизу по старинке. Я люблю, когда она чуть выше. Вот, про такую вы говорили, да, вся маленькая духовка? Нет, нет, нет. Есть стандартные высоты, но она вот так где-то, вот так. То есть она длинная и узкая. А, вот так? Да, потому что, вот смотрите, знаете, какой момент? Вы захотите сюда курицу или там индейку засунуть, а ее сюда реально не засунуть целиком. Тут ее реально можно что-то большое не засунуть. У меня, например, есть утятница, она сюда уже не влезет. А которая длинная, стандартная, по длине она вот так будет. Но она просто получается уже, туда это все вылезет. Можно, конечно, такую убрать, но смотришь, что вы готовите. Я, например, в утятнице очень часто запекаю мясо и все остальное. А, ну так, холодильник маленький. Здесь все есть. Ну, это студия, здесь места меньше, чем в однушке. Понятно, что нужно экономить время. И, в принципе, она бы практически чуть больше плитки была бы. Вот, а я плитку и говорю, что вот такую. Вот такую, да, да. И нафиг она будет. Там больше, больше никак. Смотреть, чтобы реально диаметр вот этого был для нашей кастрюли максимальный. И все. У нас друзья купили себе, у них, значит, есть плита стандартная. Они купили себе этот, вот, как она называется, это покрытие, это современное. Индукционную плиту, просто плитку вот такую. Я не помню, там, за пару тысяч рублей. И на ней сейчас только и готовят. Нет, я же говорю, что у меня примерно вот такая размера. Отдельно именно круглая, ксево-мышная вообще тема. Да, мы с вами обсуждали, что как у меня пылесос. Да, 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 да. Круто. И она вообще суперудобная. Я вот на ней... Ну, Таня на ней только и готовит. Мы их жарим, и все на ней дело. Ну, да, быстрее готовят. А так, смотрите, здесь они прикольно сделали. То есть, получается, место отдыха, шкаф тут, а здесь еще полки. Есть вот такие, видите, просто, да? Кстати, вообще... Эти плитки, да, это офигенно. Это, ну, Икея, скорее всего. Гениальное решение. Они же поднимаются. Нет-нет-нет, они, смотрите, они квадратиком, они квадратиком. Вот он, вот он квадратик, вот он. У меня такая же, только она под морилку сделала. Интересно, подержите. Там, типа, у меня были пустоты? Она с пластиком поднимается. Там пусто, да, там просто пластик. А, вот. Там внизу пластик. У меня такая же фигня. Если мне надо, я могу так кусок оторвать, она как детский конструктор крепится. Там подмести все, если вдруг мне это нужно. Ну, я этим не заморачиваюсь. То, что нападало вниз. Я имею в виду, это супер дешево я умею. Слушайте, это проще, потому что вам не нужно ничего заморачиваться. Но туда утеплительный положить. Но зато вот уходишь, он тепло будет, да. У меня так же дома сделано. Я имею в виду, что бетонный пол просто кидаешь из-за дома. Да? Французский оттенок, да? Не очень, да. Ну, не французский. Ну, вот у меня такое же аналогичное стекление. Только вот вместо вот этих, более дорогих, у меня просто такая, крючочек дешевле. И здесь, видите, здесь для кондеек еще сделан трубопровод. А, ну, здесь внутри кондеек подключили. Вот это ползового. Ну, это к соседям или просто заглушка? Там непонятно, не видно. Может быть, просто заглушка. А там будут другие двери? Там будут двери, ну, которые сейчас есть, потому что такие, не знаю, остались. Я про внутреннюю комнату. Фурнитура там дороже, там по фото виду, что она дороже. Фурнитура там будет другая. Видишь, уже такая унитазная, я не видел сейчас такой, не такой. Ну, там будет, по-моему, там душевая. И плитка вот другая. А, это пол. Керамогранит вот такой идет. Плитка будет только в ванне. Только в ванне. Да, да, да. А остальное, он сказал, что в ламинате. А вот что это? Ну, да, другая, видишь, будет. И этот идет. Вот санузлы вот такие вот стены, интереснее чуть. Хочешь рисунка, но просто... А, да, типа подбрамор. Ну, да, прикольненько. И вот дверь, я же говорю, что они... Ну, вот дверь получается с филенкой, и фурнитура дороже. Такая красивенькая. Докольненький потолок натяжной, белый матовый. Ну, вот как здесь аналогично. Ну, да. Это не тяжело, потолок матовый, кстати, очень круто смотрится. На самом деле, вот если в аренду сдавать, вот это вообще шикарно. Тут вообще все круто. Места хватает, и бьюти-уголок, если рабочее место, тебе, пожалуйста. Телевизора не хватает сюда, и все. Ну, и всем нужен, на самом деле. Ну, честно, нужен. Все любят телевизор. Я в телеке, что, ютубчик смотрю. Ну, вот тот же ютубчик смотрю. Ну, все наглядно, да. Новости я не смотрю. И вот эта тема, что по диванам, ну, над кроватью, ящики. Да-да-да, мне вот это тоже понравилось. А здесь еще... Но все равно это пространство не используется за ним. Тут еще полочки они сделают, цветочки можно, кстати, поставить. Кстати, прикольно. Не, не только картину, здесь, например, можно вот этот. Есть трава такая продается, вот так как в икее был сейчас везде. Да, поставить вообще будет еще красиво. Там, типа, только есть такая верхняя карта. Да-да-да-да, вот она будет прикольно здесь смотреться. Так этот же заберете или нет? Да-да-да. Просто если не нужно, нужно оставить. Смотри, за ним, видишь? Да. Нет, ну то, что она беленькая, светлая, вот здесь прикольно. Видите, они, правда, разные все сделают. Там глянцевая, тут матовая. Ну, цвет один. Не-не, вот это совпадает. Вот это с чем непонятно. Ну, я говорю, здесь мата или глянец? Тут и картина тоже так. Потому что вы шкаф, когда лёпаете, вы замучите его чистить, а сюда вы будете реже. Нет, я больше замат, потому что... Ну, мне глянцевый тоже не нравится, да. Я больше заматываю, потому что... Может, как кухонный гарантик. Да, совершенно верно. Отлично. Потому что это практичнее. Ну, нет. Отпечатленный. Оделка, сразу скажу, что здесь у них хорошие. Они молодцы. Просто обычная краска хорошая. Везде к соседям бетон. Шумоизоляция хорошая. Да что, проверяешь? Да нет, мне просто интересно, как вытяжка из зала. Мне нравятся вытяжки вот такие стройные, чтобы на ними, во-первых, места остается много, чем вот... Ну, мел, да-да-да-да-да. Вот такого плана мне тоже больше нравится. А потому что, например, вот у вас идет сплошной фасад, а тут раз прерывается, и вот эта ватюшка торчит, и как-то она... Да, да, да. Какая-то литарка, да-да-да-да, хоп, и все. Ладно, уже стирал. И здесь, согласитесь, если бы здесь вот она была бы узкая-длинная, она бы здесь более гармонично смотрела. Здесь такое ощущение, что... О, посмотрите, посуда есть, давайте пельмешек сварим. Леш, выключай. Ну, не индукционный. Ну, круто. Ну, вот, а тут написано индукция. Это легко проверить, ты включаешь, и она начинает гореться. Индукция круто, что молоко сюда вылилось, и оно не сгорело, не надо ничего чистить. А, ну, икея. Да, или нет? Ну, это вот эта. Икея, да. Нет, а это, скорее всего, мебель всей Икеи, потому что Афины любят Икею, и у них в основном у всех там всегда, пока она была у нас. Если бы на это можно было цельный весь швар. Вот то, что это Икея, он пленкий, Икея, это уже раритет, кстати, могут продавать на Вито. Это тоже Икея, бокалы Икея. У Икеи даже салфетки были, но они что здесь, кстати, обычные купили, для натюрморта. Так, ну, а эти, в принципе, эти обычные. Когда мебель заставлена, ты уже на отдел туда внимания не обращаешься. Так, так, а, ну и все, и получается у нас нижняя подводка, да? Да, у радиаторов. Труп никаких нет, не надо ничего прятать. Ну да, по лесу вас там можно пробежаться. Вот здесь, по крайней мере, мне нравится, что вот здесь дверь полностью в стекле, что нет дополнительных вот этих перегородок, и света из-за этого больше. Да, и здесь, и здесь, и здесь, где нам это проектировать. Нет, он сбоку вас. Ну да, он там, а почистил, потому что пыль. Мне такие не нравятся. Я бы ничего, как я говорил, отставил. Например, можно... Есть вот эти ораторы, более дорогие есть, они вот такие широченные, толстенные, там внутри фильтры, светоугольные. Да, и там, когда открываешь, за счет того, что он большой, потому что такой поток воздуха идет мощный. И там такая ручка, ты регулируешь больше, меньше. Юит такие ставил. Ну еще там, 14-15 год был, потом, видимо, начали экономить. А люстра, как у меня в прихожей, вот это. У финнов есть памятник Ибилиусу в центре Финляндии. И там, значит, большое количество труб, как будто, знаете, это арфа такая огромная, сделанная. Вот эта лампа мне это напомнила, я поэтому сказал, все, надо вот такую покупать, в прихожую вешать. Нет, понимаете, что если фундамент садится, здание полностью монолитное. Здесь, получается, все вертикальные стены – это панели. Вот эти, например, трехслойные, еще плюс там, этот мокрый фасад идет технология. А горизонтально они все это заливают. Чтобы фундамент сел и была трещина, то это должно что-то, не знаю, развалиться. То есть это большие были бы проблемы у всего дома. Это просто, скорее всего, да, когда они делали, это, скорее всего, шпаклевка. Где-то они переборщили, либо забыли, например, пыли убрать. Ну, пыли могли убрать, и, знаете, бывает, спешат. Почему плесень, например, у многих возникает? Они только шпаклевали стены, сразу же обои клеят сверху, а там влага не успела выйти. Вот тебе и плесень под обоями. Ну, хорошо, смотрели. Предлагаю на самый верх подняться, пока у нас такая удивительная возможность. Датчик движения, наверное. Видите, здесь смотрите, в чем прикол. Коридор широкий, и уступов практически нет. Ну, то есть вот такие небольшие, это фигни, получается, здесь старый этаж. Ну, тут разные лифты, да. Мы на одном ехали, здесь можно сразу в коридор выйти и там выйти. И двери, кстати, приличные стоят. Вот у тебя с регенерацией энергии. До 80% экономят электричество, представляете, за год. По сравнению с обычными лифтами. Они там стоят наверху аккумуляторы, ты когда, например, спускаешься, он генерирует электричество и туда запитывает. И потом это электричество тратит на подъем. Да, полезно. Это у них своя запатентованная технология. ОТИС, это ФИННО. Где-то еще мы с вами ОТИС встречали. Ну, их раньше везде ставили. Это там одна из популярных моделей. В ОТИС, там не ОТИС, там Шнайдер, если не ошибаюсь. Там еще круче, дороже лифта, чем здесь. Ну, там этой технологии нет, но сам лифт Куртецкий. Ну, такой более современный, там панно такое большое, красивое. Ну, да. При этом на улице прохладно, да? Да. Ох, красота какая! О, здесь даже Суздальские озера видно. Вот они, ЖКОКЛО. Блин, чем выше, тем, конечно, круче. Господи, страшно-то как. Слушайте, кровля-то как у них на малоэтажке аккуратно сделана. Не знаю, мне страшновато, честно вам сказать. Блин, зелени, конечно, много. Это реально так круто. Вот так этого всего не хватает. Вот этого места, это большой плюс, конечно. Мы сейчас с вами еще прогуляемся, вы сами посмотрим. Вот здесь такое место, что отсюда уходить не хочется. Здесь реально прикольно. Ну, да, на крыше самые недорогие обычные места. Да, на крыше ехать далеко подниматься. Идти потом подниматься. Да, да, поэтому самые, на первом этаже самые дорогие. И на крыше тоже ты вот купил. У тебя место есть, но там град пошел, дождь, снег, листья. Ну, листья-то навряд ли, а все остальное. В ней закрытое есть. Пусть даже не теплое. Вот, как у нас вчера была. Помнишь, холодная, но крытая парковка вообще? Ну, тут тоже вот она холодная. Да, да, холодная, но... А вот там что строится слева? Так это от парковок. Да? Да. Так, вот прямо до линии идут? Да. Вот там и, а это не надо. Это да. Тут, как говорится, все рукой подойдет. Ну, вот как раз отпар головокурор, ближайший, он уже отсюда, вот эта вышка видна для этих лыжников, вот она. Видите? Прямо вот торчит высоченно. Трамплина, да? Да, да, да. А где я живу, у меня тоже есть такой трамплин, он выше сосен. Я такой посмотрел наверх, думаю, господи, туда зайдешь, уже схватишься за что-то. Какой вниз ехать? А ведь там еще летят так высоко трендец. Бесстрашные ребята. А там что-то даже не ограничено, а он расстроится еще на дороге. Ну да, не получается, вот этот сдан, а этот еще нет. Два, да, тут тоже работает, а вот третий нет. Третий, да, в процессе. Фасад нормальный, кстати, смутся, здесь вообще ничего не видно. Но видно, что вот эта солнечная сторона, он, видите, на балкончике здесь люди повесили, жарковатый. Потому что остекление получается холодное, даже если было бы и теплое, солнце светит, нагревает и как-то такой эффект парняка получается. А вот там чуть дальше один из моих любимых комплексов называется «Лофт Увызера». Там маленький он такой. Он очень комфортный, потому что маленький, да, там рядом ничего не построить, там сейчас на секре дорогущие дома. Но там черновая отделка, ну и квартира, конечно, стоит там от десяти, там с копейками сейчас. Ну вот мы вчера про него говорили, а не найдем обзоров на него особо. У меня есть. Малая. Лофта. Нет, это я говорю, что Буфа. А это, ты дальше? Нет, нет, Лофт это Лофт, а я вот это Буфа. Нет, Буфа это, да, это же я новый на него покатался, я все тоже ничего не видел. Но я был на Буфа, который на юго-западе строится, и я, честно говоря, очень не впечатлился. Там какой-то у них вообще трындец. Ну что, предлагаю пойти ключи им отдать и пойти вообще прогуляться. Да, пойдем. Там классно. Там круто. Ну да, 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 да. Светы, сколько озер. Это самое неплохо строительное. Там же нижняя Суздальская, верхняя Суздальская. Это улица входит? Да, 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 без разницы. Мы приехали. Поедем на грузопассажирском. Видите, кстати, как уютно, так как у них панели и есть такая штука, как прогнозируемый шов деформационный, и они его закрывают. Ну, там могут быть трещины образовываются в процессе эксплуатации. И сразу панели не закрывали для того, чтобы это в глаза не бросалось. А это, типа, сделано для того, чтобы вот если вдруг пожар, то ты вот здесь прячешься. Здесь есть кнопочка экстренного вокзала. и подпор воздуха, и подача воздуха, для того, чтобы не помереть. На паркингах здесь нет подземных. Вон сколько, по кругу пойдем. Входная группа такая приличная. В первую очередь, кстати, у них там даже ступени были наверх, вот самые первые. Партон даже сделали, да? Тамбура специально делают, потому что холодно, чтобы отсекать горячий воздух от холодного, и, соответственно, наоборот. Ну и двери здесь, конечно, с таким стеклом, конечно, это круто. Озеленение такое, оно есть, но оно такое, все скудненькое, да, такое? Как у финнов, так все скромненько, там, без всякого энтузиаста. Энтузиазма. Ну да, да. Считай, вот здесь твое место было. Ну уже лучше 400, нет? Ну да. 500 тысяч. Татьяна, если есть возможность там 500 тысяч, то это да. Например, я бы первый, ну, 900, ну, 860 мне жалко денег. 860, это 30% от машин. Это прилично. Нет, 860, да, чуть повыше, я имею в виду, но зато крытый. Последний этаж, ну, вот здесь только, да, что вот снег будет идти, и ты постоянно сиди, его расчищай. Да. Там будет ездить этот Боб Кейт, чтобы ни в кого не въехал, нафиг мне это надо. Он будет, только я расчищаю, так же, да, ну, не такое. Ну да, сегодня они расчищают, а завтра они там решили обидеться. Ну все, прикольно. Хранить, я полагаю, можно все, потому что везде видеонаблюдение. Если вор захочет что-то украсть, но он там на камерах. Главное, чтобы камера работала. Нет, ну это пристегнуть, потому что-то не водливая там. Пристегивать, конечно, надо. С этим. Мы же в России живем. Нет, там даже на ухажах, конечно. Так-то, а везде должны, на заездах, конечно. Ну, как раз он строится, как раз он находится. Как раз он борется. Слушайте, прикольно, на каждом этаже ограждающие элементы есть на переходных балконах. Да, я не удивлю, что подрядчики все те же самые, что и были. Вот тут на Стилобате, получается, да, на Стилобате у них такой двор свой. Здесь же коммерция. Тут коммерция, кстати, очень много. Это плюс, потому что у тебя рядом с домом все есть. А, все, тут заборчик такой легкий. Ну да, можно здесь по отмосочке пройти. Ну, смотрите, этот, торф подкидывают, травку подсаживают. Детская площадка, не сказать, что будет с дорогих, но так выглядит неплохо. Жалко, что набивное покрытие обычное вместо резинового здесь сделано, по мне. Вот одна из них этих аллеек пешеходных, она туда еще налево идет. Тут очень прилично. Если у вас окна будут вот на ту сторону, то вас, естественно, будет слышно. Если вы откроете окна, как только мы окна закрываем, вы ничего не услышите. Там квартира на какой стороне? Сюда вроде. Да, вот я думаю. Где остановились? Где остановились? Где остановились? Где остановились? Какая остановилась? Слушайте, ну фасадики четкие. Так, а у них переходной с другой, на эту сторону, понятно. пойдемте туда пройдем сейчас налево пройдемся поскольку вы же здесь не были нет это это он это все и да это вот первую очередь то что они делали там у них двери вообще как прям финляндию прижечь такие же двери входные у людей туда территория закрыта вся здесь видите вот просто плиты трехслой на здесь и трехслойные плиты и плюс еще технологии мокрого фасада они по энергоэффективности выше чем здесь 2 глаз бы полагаю а тут как обычно красная белая здесь все вот сколько хочешь здесь у них везде вот охрана патрулируют их всегда этих охранника видишь вот здесь такой свой проминал чего здесь только нет аптека есть почта россии есть шаверма 5 плюс есть зло россии авито доставка кстати очень круто работает в отличие от почты тут у них так неплохо уютненько сделаны каян бар ничего себе английский детский сад вот эти увольщиков мне очень нравится у них пирожные картошка очень вкусно вообще они молодцы вкусную выпечку делали красное белое это наше все чтобы конкурент не влез они лучше свой второй откроют вот это у нас уже жилой комплекс окладки инстрой треста вот это у них тоже предлагаю вот туда пройти к пиковский суши есть цветы подарки улитка радуги так это хорошо особенно когда жарко когда зимой всегда ветра бывает бывает что он там идет бывает что он там не идет детский садик тут вечером красиво когда себя освещение загорается так а мы тут знаете такое ощущение что не пройдем пойдемте здесь обратно финская это все качество у нас это уже мне кажется в крови но по шумке по инженерным сетям конечно будет повыше чем пик потому что если гулять конечно здесь поприятнее чем уюта то что уюта там принципе гулять нет а с разрешение своих клиентов я записался это соответственно это видео для того чтобы протестировать а новую камеру от джи ай так что пишите в комментариях как вам качество видео 4к 60 кадров в секунду и как вам звука с этой камеры никакие микрофоны дополнительные устройства я не использую друзья рад было всех видеть обязательно поставьте лайк а не ставьте дизлайк подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи а Субтитры подогнал «Симон»